Да, вот что еще хотела показать, и то, что мне здесь нравится. Собственно говоря, это в Швейцарии тоже есть, только в лесах. В парковой зоне всегда они устанавливают вот такие барбекюшницы for free, смешно сказать. Естественно, только приносить свое мясо, все свои продукты, и, пожалуйста, готовить на эти электрические барбекюшницы. Там я проходила мимо, парень, подготавливал уже, какой-то пати намечается. А вот сейчас так вот не хочу сильно на мусорные ящики акцент делать не получается. Он как-то бежит, а вот сейчас я так встану. Вот вода. Наживаешь. Вот тоже покрыто такой тент. Отмечать какие-то праздности будет сейчас. Вон он там готов, вот, горяки. Может быть, не совсем удобно, а человек готовит, а я подойду к нему фотографировать. Интересно. Китайцы пролет. Давайте тусно позали с китайцем. И я ходу чуть-чуть ближе, чтобы немножко его рассмотреть. Вон он там готовит. Сейчас я остановлюсь, чтобы его лучше. Вон он приготовил. Он готовил. Взял он с собой такие сумки. Пластиковые у нас тоже с собой. Мы поставим у нас с собой. Пластиковые контейнеры, дающие, ну, как холодильник, типа рефриджерейты мобильные. Хотя он очень просто, там ничего нет. Так его заманчиво просто. Это двойной пластик. Туда кладется, я обычно вожу, бутылки с замороженной водой. И айс пейг, они называют. Это специальный, ну, как же сказать, контейнер, не контейнер. Плоские, пластиковые наполнители. Там специальный ликвид, такой, это гель какой-то. Он легко замораживается, не растекается, когда размораживается. И оно дает холод. Прохладу и держать можно мясо. Достаточно долгое количество времени. Зависимость от того, как жарко он готовит. Я жду не слишком его смущать. И в то же время любопытство вот он готовит. Приготовлен на этом барбеке. Но он привез с собой пластиковый контейнер стоит синенький. Воду все с собой. Масло он там приготовил, чтобы было делать. И я тут немножечко поснимаю. Людей не смущать своими видео сняг.